Добрый день! Меня зовут Анжелика, я художник. И сегодня мы с вами продолжим рисовать. Сегодня мы рисуем масляной пастелью. Если в прошлый раз я рисовала на специальных листах, которые уже были для пастели, то сегодня я специально загрунтовала листы. Это обычные листы, акварельные. Я их загрунтовала просто гуашью. Давайте попробуем на них тоже порисовать. Сегодня мы будем рисовать с вами пейзаж с маками. Нам понадобятся различные цвета красных для маков. Но так как маки на солнце, они очень яркие и они кажутся нам оранжевыми. Поэтому оранжевые, желтые тоже можно приготовить. Я начну с рисунка. Форма у маков достаточно такая разнообразная, но в принципе маки круглые. Имеют форму круга, лепесточки у них подняты вверх. У нас будет, наверное, три мака и несколько бутончиков. И еще я покажу, как можно делать фон. Когда фон уже готовый и вы торопитесь, в общем-то, можно оставить и такой фон и не дорабатывать его. А можно доработать и тоже очень быстро. Покажу, как. Нарисовали с вами цветы. Намечаем лепестки. Здесь у нас есть и темные и светлые. Можно наметить сразу и бутоны. Бутоны у нас темные, поэтому я возьму какой-то темный цвет. Может даже синий. И распределяю бутоны. Бутоны у маков, они такие изогнутые. Ножка у них тонкая и, как правило, не очень ровная. И они очень густо растут. Маки и очень много у них бутончиков. Поэтому можно распределить бутоны по всей работе. И тоже смотрите, чтобы, когда вы рисуете, у вас цветы не заходили за край. Бывает так, что увлечешься и у тебя цветок, он где-то прямо ушел в край и обрезается. Это не всегда хорошо, поэтому можно за этим посмотреть. Так, видите, фон уже готов и он играет такую роль, что где-то можно его прорабатывать, а где-то можно оставить. Если у нас мак темный, мы можем использовать различные красные. Я, как и говорила, очень плотно закрываю пастелью бумагу. Если она у вас шершавая, то могут оставаться такие, как бы, легкие точки. Вы их можете, просто более сильнее нажимая на пастель, вы их тоже закроете. Берем разные красные, пробуем, потому что мак по-разному освещен. И, конечно же, в лепесточках будет много света, солнца. Чтобы его показать, нужно немножко поработать с милками. И для освещенных мест, вот я возьму, наверное, сейчас начну с белого. Белый. Ну, или вот очень такой светлый, желтый. Здесь у меня будет оранжевый цвет, но я все равно делаю более светлый подмалевок под него, чтобы он у меня прям немножко начал светиться, потому что бумага все равно темная. Я хочу, чтобы у меня было ощущение солнечного цвета, поэтому я сейчас добавляю свет и прямо сверху дальше продолжаю работать оранжевым милком. Где-то можно будет добавить желтый. Мы посмотрим сейчас, как у нас будет, получится ли у нас создать такое состояние солнечное. Может показаться, что красный мак не может быть оранжевым, но его лепестки просвечивают на солнце. И вот они становятся такие более оранжевые. Добавляем немножко здесь и такого красного. Но здесь есть разные красные, поэтому смотрите, чтобы у вас были и светлые, и темные лепестки. Между ними была достаточно разница по светлоте. Да, то есть те, которые светятся, они у вас более светлые, которые находятся в тени, они у вас будут темнее. Ну вот смотрите, уже потихонечку у нас появляется мак. Здесь у нас прям маки, у них лепесточки глянцевые, поэтому когда на них падает свет, то где-то они кажутся белыми. Немножечко так тоже затонируем. Я надеюсь, что вы посмотрели предыдущие уроки и уже приобрели себе пастель для того, чтобы не упустить лето и рисовать. Это отличная возможность нарисовать большое количество рисунков, цветов, потому что сейчас очень много что цветет у нас, и можно прямо садиться на улице, может быть, и вы на даче, и рисовать. Для тех, кто в городе, тоже всегда есть интересные сюжеты и кувшинки на пруду, и шиповник, который цветет в городском парке. Так, ну вот, у нас первый цветок почти готов. Здесь вот все равно у меня остаются непрокрашенные. Я их сейчас прокрашиваю. Где-то я покрасываю, прохожусь тоже оранжевым мелком, чтобы немножко объединить цвета. Он все равно останется по-прежнему темным, но будет уже такой более объединен по цвету. Так, переходим к следующему цветку. Следующий цветок здесь у нас, он более темный, поэтому мы сразу можем начать с более темных мелков. И потом поработаем с вами с фоном. Я смотрю, где у меня есть темный цвет. Вот, допустим, здесь у нас внизу еще есть вот эти вот такие семена, и цветочек просвечивает, и я вижу, да, вот эти вот семечки у него. Я вот так вот просто делаю такие точки. Здесь тоже я вижу что-то очень темное. Можно сделать синим мелком, а можно сделать и, допустим, зеленым. Зеленый, когда ложится на красный, он тоже утемняет красный. Вот смотрите, видите, он становится более темным. И где-то вот мы можем подложку сделать пастелью зеленой, затем пройтись красным. И здесь получается, что эти два цвета, они противоположные между собой. Они поэтому при смешении друг с другом, они, скажем так, успокаивают, усложняют друг друга. И зеленый становится более сложным, и красный становится, в зависимости от того, сколько мы добавим. Это работает во всех красках, как в пастели, так и в акварели, в масле. Поэтому можете, даже если вы рисуете другим материалом, то, я думаю, вы об этом знаете. Вот, у нас более такой темный делаем цветок. И здесь уже сделаем его немножко поярче. На него тоже попадают солнечные лучики. Хорошо нажимаем на пастель. Работаем активно. Здесь вот сделаем более такой оранжевый цвет. Второй цветок у нас тоже почти готов. Видите, как можно быстро работать этим материалом. И уже даже фон, если... Что у нас практически готов. Так, переходим к следующему цветку. Здесь немножечко засветим его. Здесь я добавлю немножко освещенности на цветок. На него падают солнечные лучики. Он вот так вот здесь светится. Так, следующий у нас. Ну, следующий цветок тоже, он очень такой яркий. Тоже начнем со светлого. Подмалевка под него. Так, через белый сделаем его. Когда рисуешь, конечно, на природе, все эти цветы, они более... Могут быть другие немножко по цвету, более яркие. И, конечно, они постоянно двигаются. Когда мы рисуем с фотографией, у нас здесь немножко проще вам будет. Потому что нет движения ветра. Но, с другой стороны, вы можете выбрать те цветы, которые будут именно в вашей работе. Потому что выбор намного больше, да, чем на фотографии. Добавляю оранжевый цвет. И хочется добавить немножко другой, где-то оранжевый. Попробуем. К серединке цветок становится более таким красно-алым. Вот, возьмем по этому цвету. Ну, это может быть красный кадмий. Или просто вот такой вот красный мелок. Да, и тоже начинаем темнять. В принципе, я работаю сейчас раз, два, три, четыре, пять. Пять цветов. Из них два красных. И остальные три. Наоборот, два оранжевых и три красных у меня. Этого достаточно. И вот я закрашиваю. У меня все-таки есть акварельная бумага. Она дает о себе знать. У меня все-таки поверхность такая не полностью ровная. Поэтому где-то у меня не прокрашивается полностью. Но все равно это лучше, чем, допустим, работать на бумаге очень, которая будет такая фактурная. Тоже можно работать, если у вас такая бумага. Просто где-то больше усилий нужно. Или, возможно, у вас будут оставаться вот эти точки. Но они тоже сами по себе интересны. Возможно, вам понравится такой результат. Я, кстати, в прошлый раз говорила вам, что, если, допустим, вы покрыли масляной пастелью, и, допустим, вам нужно что-то снять, можно взять, вот у меня есть такой мастихин. Я сейчас здесь немножечко подсниму. Я здесь добавила лишнего красного. А если нет мастихина, можно взять пластиковую карточку. И точно так же ей работаем, да, боковой поверхностью. Вот я снимаю, видите. И у меня полностью снимается моя пастель. Я ее могу потом, если нужно, где-то в другом месте добавить. А здесь я добавляю тот, который цвет я хотела, более такой все-таки оранжевый, потом немножко красный. Очень удобный материал для работы, видите. Можно всегда исправить, добавить. Сейчас давайте займемся бутонами и фоном. Так, нам нужен более темный цвет. Можно взять здесь, кстати, коричневый цвет для затемнения вот этой серединки, которая светится. И все-таки добавлю синий, потому что он более у меня такой темный цвет. Так, если я смотрю на бутончики, я вижу, что они очень такие темные. Но что интересно, то, что они светятся на солнышке, они находятся в контражуре, через них проходит, не через них, а свет проходит и освещает по краям эти бутоны. Вот, и они такие очень нарядные. Вот. Ну, и в то же время они достаточно темные, поэтому я сейчас набираю им тон, делаю их достаточно темными. Потому что фон где-то можно сделать и посветлее будет, а бутончики должны быть именно темные, потому что они у нас против света. Эти бутоны. Раз они против света, то, конечно, это у них теневая сторона. Так, добавляем. И здесь, наверное, тоже. Так как это поле, здесь очень много цветов, которые находятся не в фокусе, да, то есть не обязательно фон оставлять таким зеленым, мы его должны с вами доработать, добавить маки, которые где-то далеко, чтобы создать ощущение, что это у нас такое прям поле с маками. Так, по краям, смотрите, можно прям вот понемножку добавлять этого освещения. Так как маки, они, скажем так, у них такие как волоски, можно сказать, и вот они в разные стороны, они светятся, как и на, светятся как и на самих бутончиках, так и на стебельках. Поэтому вот я стебельки тоже по ним прохожусь, вот такие вот точечки добавляю, светящиеся. Вот это у меня был какой-то вариант светло-желтого, можно взять немножко другой оттенок, потому что они по-разному могут быть освещены, даже какие-то ближе, какие-то дальше, поэтому немножко можем по-разному это делать. Так. Ну и давайте мы сейчас с вами добавим поле с маками, чтобы было ощущение, что здесь не только вот три мака. Я вот прямо добавляю разными такими движениями, так как у нас уже зелень с вами, в общем-то, сформирована, она у нас есть, поэтому мы сейчас будем добавлять просто разные оттенки красного, для того, чтобы создать вот это вот ощущение, что это... Какое-то поле и ближе тоже мы можем с вами заложить. Когда мы работаем пастелю, конечно, у нас такая фактура есть. Но я вам хотела сегодня показать прием, когда мы можем убрать вот эту фактуру, да, и сделать более размытый фон. То, что находится у нас далеко, оно, как правило, не в фокусе, а значит, оно может быть более размытым. Как же это сделать, сейчас я вам тоже покажу. Сейчас мы еще немножко с зеленым тут поработаем, чтобы у нас было разнообразие зеленого, а не только наши. Который тут подмалевок, усложняем зеленый. Так, усложняю его, немножко охры где-то добавляем в фон, потому что фон тоже, он должен быть такой прям весь прокрашенный. Так, ну давайте сейчас попробуем. Значит, у меня есть растворитель. Значит, так как это у нас масляная пастель. Соответственно, водой вы ее не можете растворить, это не акварель. Есть различные разбавители для масляных красок. У меня вот такой вот разбавитель, он без запаха, то есть его можно дома использовать. И вот сейчас я буду масляную пастель делать более такой, она будет похожа на масло даже. Так, вот сюда в первую сторону. Смотрите, вот просто кисточкой. И вот я размываю эту пастель. И она сама смешивает, то есть она уже превращается сейчас у нас в краску. Видите, что у нас уже нет вот этих вот мазков, которые были такие фактурные. Это у нас получается, мы обобщаем с вами. Все становится более таким спокойным. И как фон очень даже хорошо работает. Можно, конечно, было бы просто работать мелками и с усилием, да, и добиваться тоже такого обобщения. Но можно вот более, такими, я бы сказала, простым способом это сделать. Ну, смотря какая у вас задача стоит, да. То есть есть у вас время, желание, потому что с материалом работать в любом случае очень приятно. И вот я создаю ощущение, что там тоже где-то у нас продолжение макового поля. Краски смешиваем. Они смешиваются между собой. И они становятся более такими прям жидкими, посошными. Сейчас мы еще немножечко добавим здесь. Чтобы у нас был поинтересней фон с вами. Так, давайте. Где-то с сухой. Но при этом мы маки сейчас не трогаем, да. Они у нас, в общем-то, свечатся, мне кажется. Мы оставим такое состояние. И хочется такую радостную, яркую работу. Там, где растворитель, конечно, пастель скользит намного лучше. Вот. Ну, добавляем. Опять добавила я фактуру. И я немножечко начинаю списывать. Ну, конечно, мне нужно не закрасить свои бутоны. И нам остается с вами, в общем-то, сделать стебельки. Степень проработки может быть разная. Мы можем дальше продолжать с вами, да. Можем остановиться на этом. Ну, здесь все по, как бы, по вашему желанию. Сейчас мы еще здесь. Где-то сейчас мы еще добавим, наверное, освещенности. Во-первых, стебелечки нам нужно сделать для самих маков. Здесь можно добавлять, в общем-то, работать в смешанной технике, можно добавлять и саму гуашь. То есть я же гуашь добавила в фон, да. То есть у меня работает как фон. А можно добавить и краску сюда. Так тоже возможно. Я тут немножечко закрыла свой свет. Сейчас подождем, когда подсохнет тогда. И будем добавлять. Ну и сами стебельки тоже я добавляю у маков. И можно на этом, сейчас мы еще добавим кое-что с вами. Вот смотрите, уже, в общем-то, работа практически готова у нас. И где-то мы можем процарапать, создать ощущение, опять же, травки. И получается, мы снимаем пастель, и под ней у нас будет гуашь, который мы первоначально работали. Вот у нас сегодня мы применили с вами несколько техник. Во-первых, мы использовали растворитель. Во-вторых, мы работаем инструментом, да, при помощи которым создаем дополнительно фактуру фон. Они сначала, мы его обобщили, а теперь немножко вот так вот поработали. Ну давайте посмотрим, что у нас с вами сейчас получилось. И получилось ли. Вот смотрите, наш пейзаж с маками. Присоединяйтесь с нами, рисуйте.